В Архызе вот-вот начнется очередное рыболовно-спортивное мероприятие. В этот раз по спиннингу с берега, на водоеме туристическая база «Благодать», где предполагается ловля радужной, или как еще ее называют, прудовой форели. В данный момент идет зарыбление водоема. Спортсмены набирают воду из водоема, то есть родную воду, подходят к машине, на которой привезли рыбу, и спортсмены выпускают в каждый сектор по три штуки, по три форельки. Рыба вообще бойкая такая, горячая. Я думаю, будут ощущения от рыбалки вообще бесподобные. Рыба отличная, не удерживаешь ее, выпрыгивает, ловишь ее по полчаса. Все приехали, все хотят участвовать. По рыбе скажу, рыбка прекрасная, с преградной вроде привезли, активная. Двинула рыбку на пруду. Но будем бороться. Приехали мы с Северной Осетии, дорога была хорошая, спокойная, она без происшествий. Место отличное, куда мы приехали. Второй раз приезжаем уже сюда. Водоем отличный, рыба хорошая. Ну, в процессе все будет видно. Настрой увезти второй раз отсюда в кубок. Рыба запущена. Спортсмены в ожидании торжественной церемонии открытия соревнования. Адреналин. Пока кипит все. Приманки одел, снял, другие переставил. Будем участвовать, будем играть. Я думаю, все получится. Погода класс. Природа еще лучше. Так что, не хвост, а не чешуи все. Великое счастье видеть вас здесь. Ваши такие добрые, классные, спортивные лица. Вот на земле Архиза. На базе Андрея Каменского. Благодать. Давайте, поглопаем друг друга. Очень приятно видеть судей. У нас много новичков, волонтеров. Пускай подтягивается. Глядишь на сегодня-завтра. Получит категорию. Если понравится, конечно. Сегодняшнее соревнование называется, официальное его название, открытый чемпионат Зеленчугского района по рыболовному спорту ловля спиннингом с берега. На нашем сегодняшнем соревновании есть, скажем, не спонсоры, мы скорее назовем его партнеры, наверное. Это Карачаевский пивзавод, который нам предоставил вот такие напитки замечательные. И, кстати, предоставляет уже, по-моему, четвертый раз на разных соревнованиях. Давайте попробуем. Главный секретарь, судья всероссийской категории Коренев Александр Александрович. Есть мандраж такой положительный, хороший. Боевой настрой, так сказать. Крючочки безбородые, все по правилам. Все по-честному. Плетеночка, монолеска. Жиголовка 0.75. И резинка. Посмотрим. Начнем с этого. Мы уже запускаем. Запускайте вы. Идет подготовка. Скоро старт. Старт! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Крючочек проверяем. Крючочек, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо сточили. Да, хорошо сточили. Можно отпускать? Да, можно отпускать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, у меня есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока подбирал ключик, уже под конец первого тура я уже понял, на что ловить, какую проводку делать. Соответственно, во втором уже все эти моменты учел, и более-менее уже начали получаться поклевки. На первый период я выбрал силикон, даже силикон с прошлых соревнований у меня остался, потому что по опыту прошлых соревнований на этом МВДМе хорошо придет на силикон. Действительно, я поймал четыре рыбы, было много сходов, силикон действует. Ну, не знаю, может, не попал. Ну, скорее всего, не попал просто в ловь, не в рыбу, а в ловь. Как бы, мне тяжело давить. Следующий идет Родионов. Я ушел. Ушел. Следующий идет Шмигаровский. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Соревнование подошло к финальной части. Судьи подводят итоги. Спортсмены с нетерпением ждут результаты. Сюда хотелось бы лучше выступать. Выступаешь как можешь, насколько готов. Поэтому посмотрим результаты, насколько выступил, настолько я был готов. Я получил удовольствие, это самое главное. Надежды, конечно, не сбылись. Хотелось лучшего, большего. Не хватило приманок. Одного того же цвета, одной и той же формы, было маленькое количество. Я ехал сюда, чтобы получить опыт в рыбалке по форели. Во-первых, хочу отметить красоту этих мест, которые впечатляют, расслабляют, отдыхают при этом, при всем. Опыт, который я получил в данный момент, соревнуясь с мастерами спорта, вообще не забываем. Чтобы дети подышали свежим воздухом, отдохнули, мужа поддержать. Детей мы с рождения привлечаем к природе, к любви, вернее, к природе. Чтобы они у нас всегда были здоровые, сильные. Ну, они как бы у нас и так не болеют, не хворают, слава богу. Ну, и там плюс не хотелось бы, чтобы они выросли какими-то городскими неженками. По результатам четырех периодов, места распределились таким образом среди призеров. Третье место, суммой мест 2 и суммой баллов 12, занял Родионов Алексей, город Исептуки. Второе место, суммой мест 1 и суммой баллов 13, занял Захаров Александр, город Черкес. И чемпионом чемпионата Зеленчукского района по рыболовному спорту в дисциплине ловли спиннингов с берега стал Остапчук Владимир, суммой мест 1 и суммой баллов 16, город Черкес. Еще не осознается вот это чувство, наконец-то, победы. Ребята, как вы сильны. Я, если честно, даже не надеялся, что все получится, но все получилось, как я в начале. Я и говорил. Главное верить в себя, работать и все получится. Да, на самом деле нам устроили плод праздника. Особенная благодарность главе администрации Зеленчукского района Алексею Николаевичу. И, честно сказать, первый раз мы на таких соревнованиях на арии соседей практически никто никогда не участвовал. Мы приехали просто посмотреть, изучить эту тему, как говорится, в корне. Думаю, ребята, в нем будут все солидарны. Я хочу выразить от нашего общего коллектива, от себя лично, спасибо вам, спасибо Бугаеву Сергею, в принципе, всему Зеленчукскому району. Спасибо огромное за этот праздник. Ребят, спасибо большое, потому что, если посмотреть, какой бы вирус ни был, как говорится, нас не победить. Ребята, грубо говоря, со всего юга приехали и даже ребята с Донецка приехали. Я считаю, что это дорогого стоит. Позвольте на этой мажорной ноте чемпионат Зеленчукского района по ловле спиннингов с берега объявить согритым. Субтитры создавал DimaTorzok